Партнер программы «Дневной разворот» Кировский ССК. Мы сделали всё, чтобы в вашем доме было уютно. Просторные квартиры с удобными планировками. Подземный паркинг, бесшумные скоростные лифты. Новые квартиры премиум-класса от Кировского ССК. Кировский ССК. Современные технологии строительства. Телефон офиса продаж 7144. Проектная декларация на сайте kirovssk.ru Возвращаемся в эфир программы «Дневной разворот» в Кирове. В студии Анна Лапшина и Владимир Сметанин. Всем добрый день, здравствуйте. И сейчас мы представим наших сегодняшних гостей. Это Ирина Рубцова, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города. И Александр Преснецов, первый замглавы администрации города Кирова. Говорим мы сегодня о том, что происходит и что будет происходить в нашем городе в плане строительства. Как изменится облик города в ближайшие годы. Подключайтесь к нашей беседе, звоните. Телефон прямого эфира 708-502. Номер для СМС 8909-720-101-0. И также у нас есть еще опрос. Опрос на сайте kirovssk.ru и на нашей страничке ВКонтакте. Вопрос, чего не хватает городу Кирову. Подведем итог в конце сегодняшнего эфира. Так, остановились мы на нашем слушателе Виталии, по-моему, да? Да, Виктор. Виктор, Виктор, прошу прощения. Который говорил про то, что на улице Володарского неплохо будет сделать карманы для общественного транспорта. И уделить внимание ремонту и строительству муниципальных больниц вместо строительства здания судов и прочих силовых ведомств. Александр Анатольевич обещал прокомментировать. Пожалуйста. Ну, первое, значит, о карманах на дорогах и каких-то таких вот расширительных мероприятиях наших узких автодорог, которые в старой части города. Действительно, улица Володарского, она долгое время у нас была в таком безбордюрном состоянии. И мы привыкли, как Валерий сказал, стоять там одним колесом. Виктор, Виктор, прошу прощения. Мы все, мы все, мы все сегодня путаем. Стоять на газоне. Но ведь потом мы сетуем на другое. На грязь на улицах и на все такое. Значит, что опять же негативно сказывается на нашем этом отношении. Значит, мы поставили бордюры. Ну, понимаете, вот наше отношение с вами, водители, я имею в виду, ну, наверное, должно тоже учитывать мнение других участников движения, других участников этого процесса, в том числе просто и пешеходов. Давайте будем стоять так, как положено. Стоять с одной стороны дороги, чтобы по второй половине можно было ехать в прямом направлении, а не вот такими зигзагами. Карманы для парковки автомобиля, они принципиально ничего не дают, ничего не решают. Потому что мы с вами, сделав карман, можно стоять так вот, скажем, елочкой, но можно стоять вдоль бордюра. Вот принципиально это, опять же, входит на них все эти мероприятия, и у нас с вами не получается того, чего не должно получаться. Там, где карманы нужны, они, конечно, делаются и будут делаться. Это остановки у торговых каких-то объектов, у общественных зданий, вот, а просто на жилой улице карманы создавать, тогда нам попросту ликвидируют все газоны. Ну, в общем, да, и тогда появится еще большее количество недовольных. Так, что-то у нас там происходит. Телефоны мобильные громко звонят, наших гостей вызывают, видимо, уже на работу с нашего эфира. Так, ну ладно, мы сейчас быстро продолжим. Наш постоянный слушатель Евгений Акмаев пишет, что в Парке Победы уже началась стройка, завезли песок и плиты. А что строят, непонятно. Будем отвечать на вопрос нашего слушателя. Парке Победы? Насколько я знаю, наше заявление на строительство каких-то объектов в администрацию города не поступало. Значит, документации для получения разрешения на строительство также на рассмотрение не поступало. Я не готов ответить о том, какие там объекты могут быть начаты строительством, но провести рассмотрение и расследование. Спасибо за звонок, конечно, сделаем буквально сегодня. Может быть, ремонт начался к 9 мая какой-то? В Парке Победы? Надо смотреть. Территория самого Парка Победы, это одно. Территория, расположенная по соседству с Парком Победы, надо смотреть. А на территории, расположенной по соседству с Парком Победы, это та самая территория, которая много споров вызвала, как я понимаю. Там не могли завести ли песок и плиты? Нет, не могли. Я допускаю, что у нас есть самодельник, конечно, бесконечно и безграничное. Но еще раз повторяю, разрешений и заявок не поступало. Понятно. Еще, значит, отталкиваясь от вопроса нашего слушателя, к сожалению, не представился. Существующие памятники в городе, он имеет в виду памятники, но, не знаю, это, наверное, все-таки не городская скульптура, это памятники Кирову, памятники Ленину. Почему они не подсвечены? Ну, знаете, конечно, памятник должен быть виден, должен давать... В том числе в темное время. Конечно, представление о том, что это такое, это вещи, которые общегородское, вот такое достояние. Я могу сказать одно, по памятнику Кирова на Ленина, ой, на Октябрьском проспекте, значит, сейчас рассматривается вопрос о его реконструкции. В рамках реконструкции подсветка заложена. По памятнику Кирова на площади Лепси, или вот в начале улицы Лепси, значит, я полагаю, что там, наверное, таким же надо путем идти, потому что сделать какими-то полумерами, ну, наверное, это эффекта не даст. То есть сначала ремонт, потом подсветка. А, кстати, следят ли как-то власти вот за той ситуацией? Тепло стало, и скейтеры начали опять собираться на этих площадках. Я слышала, что возле памятника Кирова как раз вот на Октябрьском проспекте вроде как собирается территорию, то самое, на которой любители экстремальных видов спорта. Ну, знаете, что, запретить можно, попытаться все, что угодно. Нет, 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 собирается отремонтировать вроде как ее, да? Надо сначала предложить, куда перейти, а потом выгонять что-то. Да, реконструкция, она предусматривает и само покрытие, смену покрытия вот той бульварной части, и замену плит, которые там оформляют этот памятник. Все это будет в рамках проекта реализовано. А когда? В этом году. В этом году. А после того, как все будет реализовано, я так понимаю, что тех, кто любит там кататься на скейте, оттуда выгонят? Нет, ну это же глупо ремонтировать, чтобы потом пускать людей, которые снова разобьют. Понимаете, вот есть у нас с вами другое место, это памятник Ленину, где они тоже там присутствуют, катаются и, в принципе-то, их не сильно гоняют. Ну куда деваться-то, негде больше. Вот, а такой скейт-парк, он прошлый год был, начал функционировать в Гагаринском, просто надо доделать там. Конечно, я понимаю, лучше тут, потому что тут больше людей и прилюдно. Надо учить, надо давать предложения, а там уже другие меры. Были разговоры, были вроде бы разговоры, по-моему, Ирина Васильевна, даже вы об этом говорили, что есть идея скейт-парк разместить на территории парка Кирова возле цирка. — Да, и там предусмотрена такая дорожка, и такая территория. — То есть идея живет еще? — Да, и в Коневском парке то же самое. То есть там все территории, где возможно, потому что, в принципе, это места, где живут население, где есть подростки, которые этим занимаются. Вполне естественно, делать не один какой-то, куда будет выезжать, потому что это должна быть шаговая доступность вполне. То есть во всех возможных местах это будет размещено, действительно, и в парке Кирова, и в Коневском парке. — А известно, когда уже сроки какие-то есть или нет? — По срокам не скажу, это немножко такая... — На стадии проекта. — Это идет, да. — На стадии идеи даже. — Нет, дело не в идее. Идея как бы есть даже более-менее как бы намечена, просто реализуется через программы, ну, иных структурных определений администрации, в частности, там, управления по делам молодежи. То есть у них там свои деньги закладываются на эти вещи для реализации. — Понятно. То есть вопросы по срокам к ним. — Да-да-да. — Хорошо. Значит, и еще по памятникам, чтобы уже окончательно закрыть эту тему. Вначале мы говорили о том, что городской скульптуры у нас немного в Кирове. Вот вопрос такой. Выходили инициативные группы с просьбой, ну, точнее, с идеей, так скажем, размещения у нас в Кирове памятника Виктору Цою. Потом выходила инициативная группа с идеей размещения у нас памятника Владимиру Высоцкому. Что с этими идеями? Похоронили? — Ну, вы знаете, по Виктору Цою я, конечно, ничего сказать не могу, потому что я такой информацией не обладаю. — Это давняя довольно история, наверное, года полтора уже, если не больше. — Ну, она года полтора назад появилась. — Момент, понимаете, смерти человека. И после какой-то период он такой, особенно по Виктору Цою, он достаточно, правда, длительный был. Но, тем не менее, желание каждому муниципальному, вернее, каждому городу, каждому какому-то двору иметь вот там чего-то памятное этого человека, оно постоянно возникало. — Возникало. — Не было такой вот задачи, и, в принципе-то, даже не было конкретных таких решений по вот этим двум памятникам. — Ну, можно я немножко еще добавлю в том отношении, что вот если мы говорим здесь на самом деле о памятниках, то вот существует, нам нравится, не нравится, когда я перехожу на формальный такой язык, есть, существует порядок установки памятников, да, порядок обсуждений и так далее. То есть, в принципе, мы живем в государстве, в котором определенно поставлена задача реформы вообще муниципального управления, да, то есть, все немножко формализировать, чтобы не было влияния конкретного чиновника на решение определенных задач. Поэтому, конечно, те лица, которые пытаются решить проблему, они должны все равно пользоваться этими законами, и если есть желание поставить памятник, то нужно вообще читать документы и говорить, а как это нужно сделать. То есть, вот, обосновать, представить все остальное, и поэтому есть существующая комиссия, в которую входит, в том числе общественность, в которую эти вопросы рассматривают. Но у нас приогранных культурой, мы тоже там присутствуем, но, тем не менее, вот есть такой, не просто там, давайте в газете напишем, мы хотим памятник. Давайте, если решать, надо решать, надо решать. Действительно, все в определенные формальные ромки должно входить. Это уже как бы неизбежно, потому что мы сейчас живем в таком государстве, где необходимо действительно вот решать в рамках закона, в рамках порядка с существующими. Уважаемые слушатели, сегодня в дневном разорвете мы обсуждаем немаловажные, очень важные темы. Внешний облик города. Да, еще раз напоминаем наши координаты 708-502, 708-502, телефон прямого эфира. Звоните и пишите смс на 909-720-101 и 0. Есть у нас еще темы для беседы, и мы продолжаем. Мы продолжаем говорить о... Ну вот был у нас проблемный звонок от слушательницы по поводу того, что была зеленая зона во дворе, потом зеленую зону застроили. Собственно, гулять негде не жителям тех домов, которые были давно, но негде гулять и тем, кто въехал в новый дом. Еще один у нас звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня Николай зовут. Так, Николай, слушаем вас. Мне интересует такой вопрос, я хочу задать архитекторам нашим городским. Почему в шестерезоне достойно для удобства и проживания людей строят автосалоны, заправочные станции в центральной части города, а на окраине, за пределами партии города строят жилетные люди. Детских садов нет, школ нет, люди мучаются в транспорте, на работе, с работы. Все делается не по-русски. Вы пытаетесь представить себе, что вы живете на улице Кольцова, Упита. Мне интересует еще один такой вопрос. Что за строка ведется на Московской 129А президентского инкомата? Кому она принадлежит? Ну и еще такой вопрос. Я понимаю, как могут вестись крупнейшие стройки в городе, если согласовался с городской администрацией? Где вы, администрация, находитесь в это время? В Москве? А может, на Луне? Я хочу услышать эти вопросы. Спасибо. Николай, про какие крупнейшие стройки вы говорите, просто, чтобы более конкретно нам понимать? Да, чтобы было понятно. Без согласования крупнейшие стройки. Вы просто вот в ходе программы вас что-то зацепило? Или вы имеете в виду какой-то конкретный адрес? Не, ну, это вопросы эти. И по паркам нашим, которые сносят, вырубают деревья, а городская администрация вроде бы и причем, и не знает. Все понятно. Городская администрация знает. Десятки, сотни назовите. Поняла. Десятки, сотни, назовите один, пожалуйста. Ну, вам передадим администрацию. Будьте добры. Да, пожалуйста. Так, Николай, хорошо, спасибо. Николай, ясно. Слушаем ответы. Ну, вот я бы ответил о том, значит... Значит, в городе строятся автостоянки в центре и... Автосалоны. Автосалоны и автозаправки в центре, жилье на окраинах. Попробуйте выехать с улицы Кольцова. Если бы у нас на сегодняшний день вот этот вопрос задавал автомобилист, то он бы сказал, почему у нас в городе не строятся заправки, почему у нас в городе нет сервиса, почему у нас много чего нет. А все на окраине. Значит, да вообще нет. Вот. Я хочу сказать, что, во-первых, значит, мы строим муниципалитет. То, что нам положено строить, то, что мы можем строить. То есть мы строим социальную сферу. В понятии социальной сферы в последнее время вот особенно актуально стало это строительство детских дошкольных учреждений и на повестке дня школы. Значит, могу вам сказать, что более 25 лет город Киров не строил детских комбинатов. Вот первые детские комбинаты мы начали строить год назад. В чистых прудах. В этом году мы должны завершить строительство двух детских комбинатов на 220 мест. Один в чистых прудах, один в микрорайоне Солнечный берег. Следующим этапом у нас сейчас идет речь о проектировании еще как минимум двух детских комбинатов Южный и Третий. Значит, есть проектная документация УКЧУСа. И принципиально сейчас вот этот вопрос рассматривается. Надеюсь, что он будет решен. И будет еще один детский комбинат начать строительство. Детский комбинат в микрорайоне Радужный. И на повестке дня строительства новых школ в тех микрорайонах, которые вот начаты новое строительство. Так, то есть город строит социальные объекты, садики, школы. Я так понимаю, вы это к тому, что жилые дома, там, автосалоны и заправки вы не строите? Ну, естественно. Мы участвуем в процессе строительства. Разрешение-то вы выдаёте на строительство? Мы участвуем в процессе подготовки и выдачи документов в соответствии с теми нормативами и регламентами, которые у нас существуют. Как в государстве, так и в городе Кира. Обратите внимание, что не разрешаем, а выдаём разрешение. То есть это принципиально разные вещи. То есть в ГОТКУСе написано, какое основание для выдачи и какое основание для отказа. То есть чиновник не решает, разрешить или не разрешить. Он проверяет документы и руководствуется законом. Понятно. Если всё соответствует, то, соответственно, разрешение дается. Ещё занок у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Меня зовут Татьяна Михайловна. Так. У меня такой вопрос. Планируется ли создание новых скверов в центре города, в том числе на месте снесённых домов? Спасибо. Так, Татьяна Михайловна, болезненный вопрос задаёт. Что у нас со строительством новых зелёных зон? Я очень надеюсь, что мы к одной из них обратимся сегодня, ещё успеем. Вот я в общем скажу, а Ирина Васильевна дополнит. Значит, мы, во-первых, уже не первый год, как минимум третий, занимаемся проектированием и реконструкцией существующих скверов. Не первый год уже при сносе ветхого аварийного жилья обязательно, значит, каждая территория рассматривается на комиссии и либо она принимается решение о том, что она может для повторного строительства использоваться, либо мы её вводим в специальный такой у нас есть раздел зелёных участков, на которых будет в дальнейшем, во-первых, проектироваться, во-вторых, создаваться вот эти зелёные объекты. Ну, объекты, зоны, как угодно. И такие территории можно, ну, их, по крайней мере, вот за последние два года более 50, это точно сделано. У нас на официальном сайте... Нет, нет, я имею в виду зарезервировано. А, зарезервировано. Значит, на официальном сайте скоро такая информация полностью по всем земельным участкам будет дана. Ну, пожалуйста. Ну, хорошо, зарезервировали, а приблизительная перспектива-то когда? Когда хоть что-то, хоть где-то? Давайте мы сделаем сначала те скверы, которые есть. В этом году мы должны закончить сквер на вот Дерлевска, о котором мы говорили с вами, где Феврония. Следующий сквер – это пересечение Московской-Ленина, где будет установлен также... Дерлевская скульптура, Трифон-Вятский. Да, Трифон-Вятский. Далее у нас есть проектная документация еще по ряду объектов. Мы большой, громадный начали проект берегу укрепления, вот набережные наши. А сейчас мы об этом будем говорить более подробно, да? Это серьезные затраты, и просто взяться за все, ну, вы, наверное... Отдайте жителям этот участок, отдайте местным жителям. Нет, вот давайте немножко тоже поясню. Отдать, и надо что-то получить, чтобы, понимаете, надо, во-первых, понять, а могут ли жители это сделать. Потому что высказывание, что мы посадим, мы там будем ухаживать у нас сколько угодно. Мы посмотрим сейчас, вот выйдем любую придомовую территорию, и, наверное, у нас пропадут желания там говорить о поддержке подобных проектов. Елена Васильевна. Я хотела просто немножко пояснить вот по поводу того, что Александр сказал, что у нас есть такой действительно целый перечень. На самом деле вот немножко вот отношение к этим вещам за последние годы менялось, да? Вот если мы говорим там 2007 год, 2008 год, настолько были живые как бы мнения различных структур, судебные решения, что вообще мы не имеем права предпринимателям вообще ни в чем отказывать. На самом деле город просто терпел полные поражения в судах, потому что нас заставляли все это делать в огромном количестве. Поэтому мы приняли в то время решение. Что заставили, что именно делать? Значит, принимать решение о предоставлении участков. Есть заявление, есть необходимость принять решение. Вплоть до того, что нам суды там из нижней ноги писали письма, что вы бездействуете, вы должны принимать решение. То есть это линия содействия развития бизнеса. Да, содействия бизнесу, да. Содействия бизнесу, ссылка на содействие бизнесу. И тогда вот мы принимали решение в седьмом году вот как раз о выявлении неподлежащих застройке земельных участков. Началось в седьмом году. Сейчас эти участки порядка около, наверное, 90. Есть постановление по ним, о таких участках. Каждому дано значение. Мы получаем предложение от наших депутатных управлений, как использовать стоянка, детская площадка и так далее. Они у нас пополняются по предложениям. И, в принципе, у любого сообщества, населения, проживающего в доме, ТСЖ, даже просто людей, у них всегда имеется возможность, если они желают сами благоустроить такую территорию, они информацию можно не только на сайте, но и в консультанте получать. Это есть информация в консультанте. Прийти в территориальное управление и сказать, что да, мы понимаем, что у вас средств не так много. Это действительно реальная ситуация, что не так много для муниципалитета, что средства. Мы готовы сами участвовать. Заключается соглашение о совместном благоустройстве содержания. Ради бога. Ирина Васильевна, понимаете, проблема в чем? Мне кажется, просто люди опасаются того, что сейчас они посадят здесь деревья, через три года придут, вырубят и построят что-нибудь. Так это как раз постановление о неподлежащих застройке земельных участков. Оно так и называется, неподлежащих застройки. Понятно. То есть надо выискивать именно такой участочек неподалеку от своего дома. В принципе, предложение мы как сами выявляем в порядке инвентаризации земельных, так и дополняем это предложением территориальных управлений, которые они сами формулируют или жители обращаются. Включите, пожалуйста, перечень. Жители должны обращаться в терроуправление, терроуправление аккумулирует эти вещи, мы рассматриваем. И, пожалуйста, разрешение. И постановление включаем. Все седьмого года вот это постановление пополняется, пополняется, пополняется. Надо попробовать будет сделать. У нас еще один звонок от слушателей. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. К вам по тому же вопрос опять о зелене на наших улицах. Я с улицы Яровской звоню вам. Там выстроен недавно на улице Яровская 2 дом. Вначале там был какой-то зеленый массив, ну пусть он был там не облагорожен, там не сквер, но все равно вырубили, поставили дом. Сейчас абсолютно не озеленена эта часть улицы. И вообще улица Яровская, которая вначале была достаточно зеленая, ну не облагороженная, то сейчас она там заставлена машинами, сплошной автопарк и никакой зелени не предполагается даже. Теперь еще одно. Тут же на улице Яровской одно время началась стройка. Строят, строят быстрыми темпами какое-то здание. Все ходят и говорят, что это строится игорный дом. Но когда стали разговоры о том, что игорный там бизнес прикрывается, нельзя, ну здание уже выстояно, начали там поселять какие-то магазины. В том промтоварные магазины, еще там что-то сорендовалось. Сейчас открыли магазин «Магнит». Казалось бы, «Магнит» очень хорошо продовольствует. Продуктовый магазин рядом с домом. Да, все как бы хорошо. Но это продовольственный магазин, не имеющий подсобных помещений. Летом это ужасно. Все прямо машины сгружаются непосредственно в торговый зал. Гниют от достаточно жаркого помещения. Да, температура не соответствует, конечно, условия хранения. Ну, в общем, санитарное состояние, я не знаю, как допускается там это, но я была сама много раз свидетелем того, что войти невозможно от запаха и гнилых трав. Люди все роются, каждый сам по себе, сортировки не происходят. Да, мы поняли. Так, ясно, спасибо. Поняли вас, спасибо. Начали мы от зеленой зоны, закончили. Ушли на культуру торговли. С проблемами торговой точки. Так, ну что, ну понятно, с зелеными зонами просто у людей накипело. Вот, ну правда, накипело. Видите, я ведь не говорю, что это проблема только Кировская. Это проблема, наверное, любых городов, начиная там, я не знаю, от 100 тысяч человек населения. Мы с вами вот как раз предыдущий вопрос только на этом и закончили. Дайте нам, мы сделаем. Люди, возьмите. Понятно. Давайте ваши предложения, мы сделаем. В общем, я так понимаю, что алгоритм примерно такой. Идем сначала в территориальное управление, узнаем, где что есть, думаем. У нас сейчас есть такое замечательное движение. Движение, создание ТОСов, территориальных органов самоуправления. Вот объединяйтесь, вырабатывайте общее решение, участвуете в грантах, в конкурсах на получение грантов. Побеждайте и говорите то, что хотите. А саженцы бесплатно могут дать? А мы вот эти гранты даем на... На приобретение саженцев. Денежная форма, приобретение как объектов, там, не знаю, площадки, зеленые какие-то. Еще один звонок, выслушаем. Добрый день. Алло, добрый день. Как вас зовут? Мария Ивановна. Да, Мария Ивановна. Прям как. Подскажите, пожалуйста, что будет строиться на огромной площадке, которая находится у Голова-Алдарского и Роза-Люксембург? Который год эта площадка стоит пустая. Ну, наверное, на этом месте все-таки стояли как-то дома, да? В настоящее время у нас застройщики многие, поскольку все-таки мы живем в государстве уже не в советском. У нас очень много частной собственности. Застройщики выкупают у граждан дома или квартира в домах. Вопрос решается не самым простым способом. Конечно, территории будут реконструироваться путем застройки взамен ветхих или каких-то морально устаревших зданий уже, конечно, многоквартирными домами. Ну, то есть там высотки будут получать? Я слышала такое, что там будет подземная стоянка. Ну, возможно, что какие-то объекты будут связаны и с сервисом для проживающих населения, потому что стоянка это, в принципе, не коммерческий объект в том отношении, что это пользоваться будут люди, а не какие-то таксиные. Но не полностью будет занята эта площадка? Нет, нет. Это живой дом с подземной стоянкой. Имеется в виду, что не площадь будет занята стоянкой, площадь будет занята с домом, а в доме будет подземная. Вы знаете, даже если это будет стоянка, то такие объекты, как правило, проектируются серьезными организациями, проходят экспертизы. То есть в соответствии с санитарным нормам будет подтверждено 100%. Спасибо большое. Да, Мария Ивановна, спасибо. 708-502, напомним номер нашего прямого эфира. Но давайте все-таки обратимся к зеленой зоне, которую уже начали реконструировать, потому что можем не успеть. Речь идет о набережной Грина. Александр Анатольевич, было вопросов много. То есть от слушателей то, что мы видели, то, что мы слышали, то, что мы записали. Началась вырубка деревьев. Люди обеспокоены тем, что талые воды, все какие угодно воды потекут вниз, берег оплывет и так далее. Значит, первый этап. Начали его в конце лета от того года. Вы видели, это замена того покрытия на дорожках верхнего яруса была выполнена. Следующим этапом он у нас предусматривает две работы. Это сделано на два этапа, поделено, по причине того, что мы пытаемся опять в очередной раз попасть в федеральную программу. Значит, первая половинка, она включает в себя разработку проектной документации на укрепление прибрежной части реки Вятки. С точки зрения здесь, значит, вот я уже сказал, этот раздел, он на получение федеральных денег. Следующий объект в этом большом проекте, это разработка проектной документации на берегу укрепления. Откос. Вот это речь о тех деревьях, которые там врубали. Корни, которых держали это все. Да, о тех предположениях, что вот там, если мы это ликвидировали, то это все развалится. Ну, могу вам сказать, что корни никто не убрал. Да, корни просто остались. Корни, они сохраняют этот берег. Значит, мы в этом году должны обязательно провести конкурсы на разработку проектной документации. Для того, чтобы нам на следующий год эти работы спроектировать в выполнении уже в бюджете города. То есть, это реально, когда работы планируются начать? На следующий год. Строительный год, строительные работы на следующий год. В этом году у нас 79 миллионов было на проектные дела. Но это не только это. Это завершение тех работ, которые начаты ранее. Это определение будущих каких-то наших пока проектных решений. Я полагаю, что... Что в итоге мы хотим получить? Мы в итоге должны получить достойный вид береги Вятки на вот эту высокую часть города. Кроме этого, у нас, значит, есть там большие, по крайней мере, неоднократно звучали предложения по застройке этой части города. Это решение рассматривалось и наградой в строительном совете. Значит, мы должны сделать вот это место действительно, наверное, любимым местом города. В какой-то степени маркой даже. Да, долгие годы мы действительно как-то такими кусками делали. Мы поставили памятник Грину, сделали локальное какое-то место. Мы вроде бы захотели сделать вот ту зеленую часть, которая идет такой подъемом от профсоюзной, но не завершили ее. На сегодняшний день проектная документация есть уже. Мы начнем в этом году это делать. Мы ушли туда в сторону, значит, Раздерихинского оврага, но, опять же, там ничего не сделали. А надо там тоже все укрепительные работы. Ну, а в принципе-то ведь это и нижний ярус прибрежный. Это все те объекты, которые там ранее существовали. Это порт, это те объекты собственности, которые на сегодняшний день уже там существуют, но, увы, они не красят ни город, ни сами себя там никак не препятствуют. А их реконструировать будут или сносить? Да, мы в проектном решении, значит, это дело заложим и рекомендуем собственнику это. Снести реконструировать? Ну, почему? Реконструировать, привести в достойное состояние. В достойное состояние. Не будут принимать, но я думаю, что есть реальные шаги подействовать на них, потому что это будет серьезная такая зона отдыха. Человек будет заинтересован, вкладывает деньги. Понятно. Так, сейчас посмотрим, есть ли у нас еще звонок. Алло. Да-да. Да, добрый день. Добрый день. Как вас зовут? Николай, строитель. 40 лет город строю. Во-первых... Спасибо, спасибо вам, Николай. Удивляет, откуда появляются вот такие высотки, как, например, по улице Монтажников. Все там было застроено согласно строительных норм. Там элементарно не хватает площадок для машин, для детей. И впихнули эти высотки. Вот на Монтажников 28 кое-как люди отстояли. Я категорически против этого. Во-вторых, в город допустили одно двухэтажное строительство. Вот, например, напротив дома Воснецовых. Я, насколько знаю, в город всегда было трудно влезть, и было высотное строительство прежде всего. А сейчас весь город назанимали, и город расползается куда-то, куда-то в сторону. То есть вы считаете, Николай, что не надо строить здания малоэтажные и занимать ими землю, лучше строить многоэтажки? И слишком высокие этажи не надо. В центрах, в мемориальных. Нельзя пускать такое индивидуальное жилье. Вы понимаете, такая ценность городской площади. Дальше, в-третьих, кто разрешил застройку улицы производственной Щерса? Посмотрите, там какое скопление. И сейчас еще тут торговые центры какие-то разрастаются. Разве нельзя было продумать развязку? Давайте хоть сохраните дальше, чтобы повернуть производственную на Щерса, чтобы можно было сохранить улицу немножко, расширить, сделать. Вы имеете в виду строительство баз и торговых центров на производственной? Угол производственной Щерса. Видите, там какая-то обстановка с машинами. Сейчас прокомментируют. Спасибо. Да, так много вопросов. Давайте я начну с последней фразы. Производственная Щерса. Значит, никогда не должно быть вот такой ситуации. Это единственный выезд из города, на который сконцентрирована вся... Техника вот этого юго-западного, вернее, да, юго-западного направления. Во-первых, значит, там разрешать строительство или не разрешать. Ирина Васильевна уже сказала, существует законодательство, по которому мы рассматриваем или выдаем, или отказываем в разрешении на строительство. Мы не можем поступать по-иному. Это первое. Второе, значит, я уже говорю о том, что вот те наши дорожные схемы, та дорожная ситуация, которая на сегодняшний день, она, в принципе-то, должна, конечно, была начать реализовываться, ну, по крайней мере, лет изменяться, лет 10 назад. Ну, опоздали, да. Да, вот сейчас речь идет о том, что надо сделать дублера улицы Ленина, то есть мы должны уйти в чистые пруды новым транспортным таким потоком. Надо сделать объезд города Кирова западный, который на сегодняшний день в проектной документации существует, но окончательного решения пока нет. И все эти работы, они миллиардные. Конечно, их надо строить, конечно, это надо реализовывать. Ну, а говорить о том, что в исторической зоне у нас там не должно быть малоэтажки, вот она там и должна быть. Другое дело, что она должна быть, ну, какой-то такой достойной и не должна, ну, ущемлять те объекты, которые там ранее существовали. Мне показалось, что слушатель имел в виду малоэтажное жилищное строительство. Коттеджи, которые многочисленные. Я понял, это улица Володарского, Герцена, где идет застройка двух-трехэтажными домами. Это не частные коттеджи, это многоквартирные дома. Ну, он вообще имел в виду, мне кажется, жилые дома. То есть административное здание он считает, что можно, а жилые дома лучше не надо в исторической части. Так, нам надо закругляться, и, наверное, пришло время подвести итоги опроса. Итак, вопрос звучал следующим образом. Чего не хватает городу Кирову? Самый популярный ответ. Благоустроенные пешеходные улицы. Более 40%. Второй по популярности парков и скверов. Это показал сегодняшний эфир. Так. Сколько там процентов? Там более 30%. Третий по популярности ответ спортивных сооружений 11%. Ну, вот, я не знаю. Благоустроенная пешеходная улица у нас на первом месте. Ну, собственно говоря, это тема назревшая, и у нас уже, наверное, тоже слышали проработки определенные. Это касается, конечно, улицы Дрилевского, да, кусок которой сделан, безусловно, он недоделанный, да, и сейчас серьезные вещи. Потом любая пешеходная улица должна чего-то начинать, чем заканчиваться. Я думаю, что сейчас идет серьезное обсуждение. Вот вопрос, в том числе, буквально на днях мы собирались с членами Союза архитекторов в администрации города, и предложено как раз нашим творческим членам Трилевского союза поучаствовать в достаточно серьезной такой идее по реконструкции исторического центра, в том числе созданию пешеходной улицы, ну, и, собственно, по самым таким задумкам, что к дню города какая-то презентация, в том числе, такой вот, открываю вам секрет, в том числе пешеходная улица должна быть представлена вот для широкого обсуждения. У меня возникла мысль, что голосовали в основном пешеходы, видимо. Да, присоединяюсь к ним, как пешеход. Понятно. День города 12 июня у нас, как обычно, да? Да-да-да. Все, давайте завершаться будем. Наших гостей отпускать. На студии сегодня были Александр Преснецов, первый замглавы администрации города Кирова. Спасибо, что пришли. Ирина Рубцова, начальник управления градостроительства и архитектуры администрации города. С нами в эфире также были наши слушатели. Спасибо им большое за вопросы. Анна Лапшина и Владимир Сметанин. Прощаемся до понедельника. Прощаемся. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова